Игре-артефакт это просто крутая штука в руках крутого парня. Таймбрейкер стоит уйму денег, а по нынешнему курсу даже боюсь узнать, сколько он стоит вообще. Ну, таймбрейкер в принципе не помогает ни фармить крипов, ни убивать персонажей. Это просто безделушка, которая украшает героя. Опять же, красив он для тех, кто знает его ценность. А так, по факту, обычная палочка в руках у Туди. Ладно, пока файтов никаких нет, собственно, можем постепенно посмотреть, у кого что есть на ранних этапах по шмоткам. Курьер несет у нас Наги, Боттл несет также Квилинг Блейд. Ну и здесь у Чейнса Боттл уже имеется. Две минуты позади, Чейнс Боттл. Рубик стоит, сторожит для своего тиммейта. Баунти Руну на топе, на нижнем лайне ДД у нас для НЧ. Решил подраться Лич против НЧ. Но здесь сразу же без маны оставляет у нас Лича НЧ. Виспо включила, можно попробовать драться. Почему не драться в соло? ДД у Гоудота есть, не знаю зачем. Он спускался с хайграунда, вижен потерял и имел вариант мисснуть. Странно, можно было просто с Личом в соло стоять и сражаться. Опять же, ДД это 108 с руки, а у Лича немного хп, дефа вообще нисколько. 5 ударов, Лич, в общем-то, отошел бы. Ну, ошибся, как по мне, лесной герой команды CSW. И, кстати, НЧ в своем лесу почти не появляется, все по-чужому гуляет. У Гоудота тем временем на руках 918 по золоту. Ничего не покупал еще. Туди у нас гонит Шейкера. Шейкера 11 на 2. У Туди 9 на 2 по крипам. Шейкер пока опережает Войда. Это просто удивительно. Ну, понятно, Войд здесь стремается и не может подойти к крипам, потому что в любой момент может нагрянуть Лич или, опять же, Энигма выйти из леса и зацепить Войда. Так рисковать Туди не должен. Надо всегда помнить, что ты стоишь в сложной и в любой момент могут прийти и разобрать тебя. Ну, фестблат мы увидели с вами. CSW забирают его на Тайтхантере. Первый фраг отошел у нас для Рубика, на котором играет 343. Мусика опять на Лишраке и Мусика опять фармит. Я думаю, команда Файфэва в скором времени опять не будет знать, что с Мусикой делать вообще. Загоняет у нас Туди в Крашану. Туди отсюда уходит. Ну, зачем, собственно, зря терять ХП и размениваться? Тем более, у Лича имеется хоста. Тут его толком никак не догнать, не законтролить. У Фейслес Войда имеется четвертый с половиной левел. По левелам вообще на первом месте СФ. Шестой уже есть. Ну и у Меркля тоже появляется шестой левел на Наге. По нутворцу СФ на первом месте. Практически 3000 уже собрал у нас Чейнс. Делает ли ему спауны Гоудот пока не вижу. Гоудот занимается отводом крипов. Ну да, здесь появятся спауны. Здесь один и здесь один. Ну, пока что без какого-то дополнительного буста. У нас играет Чейнс. Ну, в принципе, и так неплохо на лайне стоит. Первый Нетворц на карте. На втором месте Мусика тоже в команде CSW. Этот герой играет. Ну и Меркл на Наге проседает. Толком Меркл на Наге пофармить на лайне не может, потому что СФ серьезно валит с руки и загоняет Меркля без вопросов вообще. Тем более сейчас появится еще и четвертый Некромастер. И тогда с одного удара у нас треть хп у Меркля будет отваливаться. Ну, ушел в лес. Ушел бить крипов. Тоже перспектива сомнительная, потому что Нага на шестой минуте, которая в лесу качается, много ли она сможет там выкачать? Мне кажется, не очень. Мимо проходили друг друга. Туди просто заплюнул на свой да. Войд отморожен и уходит под свой тавер. В это время Шейкер фармит. 31 на 8. 1400 уже есть у Шейкера. Интересная расстановка от 5F. Тайтхантер отправился на мид. В лес уходит у нас Меркл на Наге. Легкой оставили одного Лешака фармить против, собственно, против никого. Просто надо держать лайн, просто динайть крипов. Все будет в порядке. Ну, Мусика еще позволяет себе бить крипов. Просто так, может быть, решил запушить, хотя без диаболиков, чем ты, собственно, запушишь. У Рубика уже имеется Аркан Буцы. Только-только прилетели. Можно попытаться подраться. Думаю, не лишено это смысла. Вдвоем выходят игроки команды CSW на вражеский Тауэр. У Мусики по-прежнему нет диаболиков. Летит у нас на Т2 Лич. У Лича нет шестого левела. Бояться, собственно, нечего. Мусика разваливает. Скорее всего, у нас Лича, хотя немного ошиблись с телекинезом. Не рассчитали. Тут дело даже не в тайминге. По таймингу все хорошо. Просто 3-4-3. Решил, видимо, поиздеваться над тиммейтом. И опустил Лича совершенно не туда, куда Лишрак кастовал свой спелл. Ну, спеллы кастуются долго, что у одного, что у другого. Сразу непонятно, что будет происходить. Поэтому и сконцентрироваться толком, скоординировать движение сложно. Горит у нас Тайдхантер. Через пульс нового Тайдхантера забирают. И сейчас забирает этот фраг. 3-0. ССВ опять готовы рвать и метать. Кстати, пока у нас небольшое затишье, давайте же я вам покажу, что там в таблице. С ССВ на шестом месте. У них 6 игр сыграно. 4 ничьи, 1 поражение и 1 победа. Команды 5-5 идентичная ситуация была перед матчем. 6 игр, 1 ничья, ой, 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение. На данном этапе, как понимаете, ССВ 1-поинт уже заработали. Ну, если будет ничья и здесь, то, в общем-то, если счет будет 1-1, команды так и останутся на равных. Играют, собственно, пока ничего не делят. Ну, и в призовые места не попадают. Две команды должно выйти из каждой группы. Пока что далековато у нас ССВ 5-5. Ну, как играли, на что наиграли, то и получили. У ССФа тем временем собирается Еул. 200 есть на руках. Эйданолы вышли у нас вместе с Энигмой, вместе с Шейкером, пушат Тауэр. Где Шейкер провязал у нас Эхослэм, кого он уже убивал. Шейкер у нас через Даггер уходит, а вот Энигму отдают просто так. Энигма разваливается. У Войда уже имеется 6-й левел, есть Хроносфера, и по дэмэджу пускай и немного, но есть, в принципе, кому дамажить вовнутрь Хроносферы. Конечно же, это Пульс Новый, это Диаболики, это Лайтнинг Сторм с огромнейшим рейнджом. Рейнджом дальнейших молний. Ну, ССВ более укомплектованы для файта, как мне кажется. Плюс лесные крепы здесь со стороны Инчи, плюс у Инчи имеются Нейчерс. Короче говоря, Виспы маленькие, которые хилят, на второй левел уже прокачаны, практически макс для пятого. Но сейчас, скорее всего, появится. Жду я, на самом деле, когда Инча у нас хотя бы 1-2 фрага застилит и пойдет собирать Аганим. Не до конца жизни ходить со зверями, не бить рукой вообще. ССВ на миде никуда не отправляется. Здесь у нас пошел ульт от... Нет, еще не пошел. Тедхантером может быть ульт. Пока что не юзает его. Гоу Дот бежит. Бежит, насколько это возможно. Тут Антачи был. В принципе, руками бить смысла нет. Хотя с одного удара, если разваливать, то все возможно. Развалили у нас Инчу, развалили у нас Рубика. 3-4. По итогу файта где-то 800 забрали игроки команды 5Eva. По золоту. ССВ 3+, по экспириенсу 5Eva немного выше 0 держат графики. 3-4. По артефактам давайте пробежимся. У СФ уже собранный Юул. 980 сверху. У Наги. У Наги Маки. У Наги 2-100 на руках. Готовится выход в Радианс. У Шейкера имеется Даггер 800 сверху. Шейкер, кстати, третий по Нетворцу. Ну, опять же, он стоял и фармил легкую линию. У Тайтхантера до Даггера еще достаточно далеко. Тайтхантер у нас терпел. 27 на 0, конечно, Крипстат, но по золоту видим далеко не лучший показатель на... в третьем месте с конца. У Энигмы осталось приобрести... Нет, ничего не осталось Энигме приобретать. Рецепт на Мекку Энигме уже прилетает. Правда, не очень понял. Рецепт на Мекку, по-моему, был в курьере. Был где-то здесь. Кто вообще принес рецепт на Мекку Энигме? Даже странно как-то случилось. Ничего вообще не сообразил. Как это получилось? Ладно, забыли. Проехали. Фейслес Войд на нижнем лине. Оставили его спокойно фармить. Туди будет фармить. Туди для этого и создан. Мульти-спауны от Лича. Все, в общем-то, нормально получается. У Тайтхантера есть возможность выформить от Даггер хотя бы минутик семнадцатой. Опять же, эти мульти-стаки, если выформить, там порядка тысячи голды, я думаю, должно упасть. Здесь один дракон на 200 плюс. Эти ребята по 150 плюс. Ну, смотрим. До первого убийства Тайтхантера 900 по золоту. Ничего интереснее, чем фарм эншитов на карте не происходит. Я такую вещь люблю смотреть. Может быть, и вас это тоже заинтересует. Тайтхантер отсюда уходит. Тайтхантер сильно проседает по ХП, по Кракеншеллу. Даже странно, почему, кстати, Тайтхантер проседает по ХП. В принципе, энкар смеш имеется. Ну, здесь келлинг спи для Шейкера. Ну, можем посмотреть, я думаю. Не лишено это смысла. На Лишрака врывается у нас Шейкер. Эхо слэм под ноги. Тотем. Фессура. Еще один удар. Еще один тотем. Развалился. Класс. Шейкер отыграл очень круто. Встретились два игрока, которые стояли на легкой линии. Ну, и в соло Лишрак Шейкеру ничего не рассказал. Потерял кучу зарядов Бладстоуна, который насобирал себе на 13-й минуте. Вроде и крутой показатель, а по факту Бладстоун уже с питью зарядами ничем практически не отличается от обычного Персеверанса. Персеверанса. У Шейкера 700 после Даггера. Тут выход в Аганим требуется. Я думаю, не зря Шейкер у нас фармил. Надо бы данный артефакт получить. Полезно будет драться есть с кем и врываться есть в кого. Две стона на руках у Тайтхантера. Ну, все. Вот о чем я говорю. Выформил спаун и Эншентов. Практически готовый Даггер для Тайтхантера. Поймали у нас здесь Чейнса. Чейнс разваливает Нагу через Юул. Ну, давайте глянем, как это было. Как-то Нага слишком развалилась. Тоже ХП не уходит, не уходит. Потом раз и нет ХП. Все. Это делается элементарно. Понятное дело, что СФ для того и покупает Юул. Юул под ноги, дальше подошел и раскастовал Реквием оф Сол. Уже после Юула Мека начинает вырисовываться у нас у Чейнса и осталось совсем немного до ее покупки. Все. Мека полностью готова. В несколько кликов собрал Мек у нас СФ. Тайтхантер тем временем собрал Даггер. Упал Рошан СФ забирает Эггис и команда 5-5-7 не понимала видимо, что происходит насколько я вижу. Ну да, вижена на Рошане не имеется да и врываться пока что 5-5-7 не собирались. Хотя был Даггер, был Реведж, ну можно было попробовать. Был опять же Энигма с ультом. Все было возможно, но просто недоконтролили Этот момент Туди уже на топе Формит теперь на топе Кстати по поводу комбинации команды 5-5 Это ведь великолепная комбинация Тут есть Song of Siren Значит врываться можно куда угодно Есть здесь Ravage Тайтхантера Есть Black Hole Вместе с Личом Тут комбинация просто чудовищных масштабов Хотя и без этого развалили Команду CSW в лице решерака Игроки команды CSW Black Hole сразу зачем? 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 Непонятно Энигма у нас видимо спугнул А кто там летел? Я даже толком не обратил внимания Даблкил уже от Шейкера Шейкер полностью оправдывает ту линию На которую его поставили Ravage от Тайтхантера Тайтхантер понимает что уйдет отсюда Ravage у нас у Рубика имеется Надо юзать Надо юзать Echo Slam До свидания Рубик с Ravage посиди на базе Не провязал Ravage у нас Рубик Врывается у нас с Echo Slam Шейкер и моментально разбирает Рубика Это такой дичайший затуп от CSW Зачем? Почему? И кому это было нужно? Непонятно Теперь 5F В лице двух игроков погибли Сюда пришел Туди Через хроносферу нормально Надамажил почти всю команду Ну Даже немного странно Рубик крадет Ravage Там На Без маны Но Enigma уходит Лови Enigma в Ravage Собирай у Enigma что-нибудь Тот же Midnight Pulse Нет Решил постоять Достоялся 7-7 Становится счет По фрагам Игра равная Здесь Чейнс у нас Против Шейкера Живет Шейкер кстати Requiem of Soul Переживает Все в порядке У Шейкера по ХП Правда Втроем в четвером Его разбирают Но это уже Такой вопрос Относительный У Шейкера имеется Point Booster Есть Огрклаб Это то О чем я мечтал Шейкер Чтобы наконец-то Собрал Аганим Недавно мы наблюдали Там Moscow 5 Играли против Команды Против какой же команды Играли Moscow 5 Против 4 Anchors Это просто Зубодробительная Вырвиглазная Была игра В 80 минутный ад Персональный ад Любого комментатора И любого зрителя Так там Шейкер собрал На минуте 75 Рефрешер О У Рубика Тотем Рубик ходит с бревном Нормально Еще один тотем От Рубика Рубик вообще Самый забавный По моему персонаж И вот этот костюм Ему более всего подходит Все время Какое-то веселье От Рубика происходит Так ладно К М5 Вернемся попозже Здесь Шейкер гонит У нас Рубика В спину У того нет Даггера Будет ли врываться У нас Шейкер Тотем Произал У нас 3-4-3 Все Нет уже Даггера Еще 3 секунды И еще 3 секунды Даггера пока У Си Не имеется Фиссура Врывается у нас СФ У СФ Имеется Хаста Но здесь полетел Чайник Чайник только в одну НЧУ НЧА развалилась Сонг оф Сайрен Всем бы отсюда бежать Меркель не хочет уходить Да Меркель не хочет уходить У Меркеля есть Трапира Ему отсюда Рановато идти 19 минута Трапира Готова 8-8 По фрагам Игра равная Врывается у нас Туди Ульта От Тайтхантера Туди Перестоял Абсолютно Весь свой купол В стане Ну и В четвером Команду CSW Команда 5-Eva Раскладывает На куски Тут Никуда Не уходит SF Через 3 секунды Будет фиссура SF Узбивают Даггер я думаю Ну да Но секунда Еще Да ударьте вы его Боже SF Будет пытаться Поднимать себя Ветра Будет драться А может и не себя Requiem of Soul Не дали провязать Малифейс От Энигма И очень неприятно Инвокеру Инвокер у нас Развалился Уже Собирался Разорвать себе Грудную клетку Все выпустить Ничего не получилось Пришел Энигма Одну кнопку Нажал И Бесполезным Стал SF С руки Драться Против Четверых Пятерых Это конечно же Не имеет Никакого смысла Так Где я там Рапир Упомянул Конечно же Радик На Наги Никакой Рапиры Все В чате Увидел Видимо Где-то Там Заговорился Есть такая Инфа Что я Скорее всего Заболеваю И вот Может быть Может быть Может быть Немного Поднакрыло Ну конечно же Никаковой Рапиры Ни у кого Пока нет И не будет Я думаю В этом матче Некому Просто-напросто Собирать Это Радианс Для Наги Радианс Для Наги Прилетел На 18 Минуте 30 Секунде Если Тоже Там Задавали Вопрос В чате Я видел По счету На данный момент Практически В ноль Вышла Команда CSW Потеряла Все свое Преимущество И по Экспириенсу 5 Впереди На 4000 Ну какой-то Тимфайм Фарм Со стороны CSW Начался Ну понятно Их гнобят Гнобят Сильнейшим Образом Лешрак Который Очень рано Собрал А Бладстоун Фактически Сейчас Без ничего Бладстоун Который Регенит Лешраку 9 маны В секунду Это товарищи Полнейший Позор Скоро До ноля Удет С такими Темпами У Лешрака Количество Зарядов И тогда Бладстоун Вообще Будет Абсолютно Провальным Здесь Нага У Наги Помимо того Что есть Бутсов Тревел Имеется Таун Портал Странно Весьма Весьма Странно Меркл Здесь будет Я так понимаю Уводить Крипов Иллюзиями Так надо На мид Стать Со всех Трех Лайнов Вводить Нет Меркл Стоит И просто Видимо Ждет Курьера Вдруг Прилетит Ну Минутку Еще может Постоять Курьер Никуда Пока Не летит Курьер Стоит На базе Нага Провязала Иллюзии Поставят Их На лайны И теперь Крипы Никуда Ити Толком Не будут Крипы Встретились На миде Одни Пачка Прошла Вторая Пачка Будет Оставлена Здесь Ну Все Здесь Иллюзия Здесь Иллюзия И здесь Иллюзия В принципе Сейчас Через Риптайт Все Агребут По первое Число Да Три Пачки Крипов Сжирает Нага За Один Раз 947 Даже Тысячу По золоту Получает Фейслей Свой Думал Подраться С нагой Включил Мом И остался Спать Нага Отсюда Уходит Живая Здоровая 12 8 5 Эва Впереди По золоту 0 По экспириенсу 4000 Ну В лесу Команда CSW Непонятен Мув Может быть Есть смысл Подпушить Втроем Вчетвером Почему не пушить На что надеется CSW Может думают Что войд свое Заберет И ESF Будет переживать Комбинацию Команды 5 Но что-то Мне кажется Что комбинация 5 Слишком Крутая Ну вы Понимаете Прекрасно Здесь комбинация Конкретно Конкретно Под ульты Ульт Наги Всех Усыпляет Тайтхантер Цепляет всех После ульта Наги И туда же Энигма Дает Блэк Хол А в Блэк Хол Уже залетает Чайник И Залетает Эхо Слэм Эхо Слэм Пока залетает В одного Мусика Самоубийство Он сделал И Его товарищи Будут погибать Купол имеется От Войда Войд Скорее всего Шейкера Здесь разбирает Да нет Никого Войд не разбирает Инча украла Фраг Инча Инча украла Фраг Тревога Тревога Зачем Собственно Голдол давал Последнюю тычку Непонятно Там купол Еще минуту Ой Секунду Точнее Точно стоял бы Ладно Забрал И забрал Все равно Лучше чем Не забрать Вообще Фраг По опыту CSW Заработали 1653 По экспириенсу По экспириенсу Да А по золоту Вообще Долгом Никто ничего Не заработал Тут разница В 50 По голде Это даже Не считается У Тайда После Даггера 1900 Будет ли это Форстаф Или это будет Рефрешер Мы с вами Увидим Продолжение следует Продолжение следует Ну отвалилось Сразу 5 игроков Команды 5F Такое уже было У нас сегодня Возможно Это повторение А возможно Дела По страшнее Какие-то у команды 5F Происходят Толком Не ясно Ну пока Не сложно Пока смотрите Не забывайте Лайкать Канал на Отвече Если вам интересно Если вам понравилось Да если не понравилось То же лайкните С вас Не убудет Ну и не забывайте Заходить в группу Вконтакте Подписываться на нас Там появляются Все Все-все-все Трансляции Анонсы На грядущий день Все вводы Также выкладываются В группе Ну и помимо группы Вконтакте И помимо Отвеча Есть канал Ютуб На котором Все игры Joint.mlg Пролик Который мы Стримим С удовольствием Выложены Выставлены Смотрите Наблюдайте Наслаждайтесь Ладно Дадим небольшую паузу Пока не подключилась Команда 5F Немного перерывчик Ждем Как только появится У меня в общем-то Дота не альтап Но там будем Буду смотреть Как только появится А сразу же Переключимся Пока не расходитесь Ждем окончания Этого матча Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Ну все Вроде бы отлагали Вроде бы в пятером 5F Вернулись Выходят на мид Первый Т1 По миду CSW Не собираются Его дефать Да и дефать Толком неким Миракль уже За тавором Миракль готов Сносить у нас Барак за бараком Насколько я понимаю И фармить Собственно Тоже Миракль Может теперь Без проблем После появления Радианца Еще 2000 Яшу Заработал у нас Миракль Здесь Гоудот Не знает Как толком Справляться С иллюзиями Главного Фармящего героя Команды 5F Нага Сайрон Действительно Здесь Непонятно Чем Должна Контриться Надо попытаться Зайти Есть Все ульты Давайте посмотрим Комбинацию Будет ли она Не будет ли она Будут ли вместе Собираться CSW Или будут стоять И смотреть Как сносят Постепенно Их тавора Надо на себя Байтить Надо собирать Всех вместе Вокруг Голдов Здесь проседает Постепенно От иллюзий Перетягивается Сюда команда CSW Ну что Самое Время Самая благоприятная Ситуация Для врыва Ну видно же Видно же Где игроки Ну надо Хотя бы Близко Стать Как-то в кучу Чтобы Нага Смогла Всех Застопить Или Тайт Может в принципе Ворваться Нет Тайт Толком Не ворвется Наге Пожалуй Полегче Будет это сделать Но отходит У нас Команда 5F Почему Вы не Реализуете Свои Ульты Мне Непонятно Почему В чем Причина Чего Хочет Дождаться Команда 5F Пока Эти ульты Будут Фиолетовы Войду Или Пока SF Тот же Не будет Реагировать Ни на Один из Ультов Странно Действительно Странно Отходят Фармить Теншетов Кому Что не Хватает Непонятно Shadow Амулет Появляется У нас Шейкер У Шейкер Просто Как сыр В масле Катается Ему У него Денег Очень Много Наверное Зеричест Шейкер Эва Нага Выходит У нас На Мусику У Мусики Один Заряд В Бладстоуне Что это Такое Это БКБ Собирает Постепенно Мусика Надоело Ему Умирать Девять Восстановление Маны То есть Бладстоун Ману Вообще Практически Не восстанавливает Шейкер Все время Ходит С проюзаным Тотемом Почему бы и нет 500 С руки От одного Шейкера Это много Мусика Может и не вывести Такое количество Если Пару раз Заедет Шейкер Опять же Через Фиссуру Через Эхо Слем Я думаю Много Кто Рассыпется Рубику Точно Этого Будет Достаточно Рубик Отлетит Очень Быстро В разных Частях Карты Игроки Обеих Команд CSW На Нижней Половине А Игроки Команды 5-7 На Топе Они Готовы Заходить И спушивать Т2 На верхней Линии У Наги Приобретается Монтостайл И После Монтостайла Еще 1600 Сверху Опять У нас Отключаются Игроки Опять Ждем Можем Посмотреть Вещи А можем В принципе Ничего Толком И не Смотреть Потому что Мы Все Видели Примечательный Разве Что Итем Билд У нас У Лича Три Брасера Пойнт Бустер И Транквил Буцы У НЧ Тоже Есть Медальон Есть Барабаны Ну Все Для Команды Все В дом Все В дом У Фейслес Войда До БКБ Еще 1600 У Рубика Даггер И 950 На руках Вместе С Арканами У С Фа Появляется БКБ И Что Ждем Постепенного Выхода В Скаде Ладно Опять Пауза Попробуем Еще раз Послушать Музыку Может На этот Раз Получится Немного Получше Продолжение следует Ну Какая-то Просто Чудодейственная Музыка Что-то Творится Невероятное Только Я что-то Включаю В плане Музыки И заставки Сразу же Возвращаются Игроки Five Ever Возможно В этот раз Им понравился Сэм Смит Именно Песня Like Akin Вы что Издеваетесь Что ли Опять Отвалились Отвалились Пятером Я включу Сейчас Сэма Смита И буду Под него Стримить Чтобы Таких проблем Больше Не повторялось Ладно Просто Ждем Пока Без Какой-либо Музыки Ждем 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 Без Без Ждем Ждем Продолжение следует... Продолжение следует... Для комментаторов-то для всех. Зато... О группе людей... Своеобразным киберспорт-террористам, я думаю, весело забавляться. Ну ладно. 5-5 начинает пушить Т2 на топе. Последний Тауэр на верхней линии. На нижней линии. Остается практически убитый Т1 и Т2, понятное дело, нетронутый. 5-5 готовы заходить. Ульты все есть. Я все жду комбинацию ультов. Пусть разбудят меня, вас всех. Пусть команда CSW поймет, что за комбинационный ад придумали игроки 5-5. Врывается Тайтхантер по-троим. Дает Рэвидж. Сразу же у нас разваливается СФ. Ну и все, СФ встает после потерянного Эгиса. Зачем провязал Рэвидж? Зачем было надо давать чайник? Просто, чтобы развернуться и уходить. Какая еще цель преследовалась командой 5-5, мне непонятно. Энигма стоит здесь. Энигма, я думаю, скорее всего отойдет отсюда. Нага ушла фармить. Ну, конечно, как же не пофармить? Тут 2 минуты. Ломка начинается у нас у Миркля. Очень сложно без фарма. Играть в доту это практически невозможно. Руки, ноги крутят. Не решились в 5-5 заходить на хайграунд. 14 на 9 счет на данный момент. По графикам 2000 в их пользу. И по экспириенсу 2000 в пользу CSW. Игра, как понимаете, относительно ровная. Рубик вместе с Туди по своему лесу стараются до конца дойти. Ну, здесь Энигма. Энигму можно было бы и поймать, но Туди относительно рано отправился у нас назад. По Нетворцу вы видите, в принципе, положение вещей. То, что Нага на первом месте и на втором месте SF, ничего примечательного в этом нет. А вот то, что Шейкер у нас в четверке или Шрак, это немного странновато. Ну, для тех, кто до сих пор задается вопросом, Лешрак стоял в легкой фармил, а Шейкер стоял со стороны команды 5Eva тоже фармил и тоже фармил в легкой. У Шейкера уже есть Shadow Blade. Аганим, Даггер, все это также имеется. Теперь, я думаю, есть смысл собрать Рефрешер Орб. Лишним точно не будет. Хотя, маны может и не хватить. Ученица после Мекки, Юла, Даггера и БКБ появляется Талисман оф Вейжен и 2400 есть на руках. Очень скоро увидим Баттерфляй на данном герое. У Войда, тем временем, появляется Мом, появляется Блэйкинг Бар, ну... Собственно, и все. Туди ничего более полезного не вынес. Лешрака один заряд в Бладстоуне. Ужас! Блэйкинг Бар имеется, Бутсов Тревел также имеется. Ну и указы, указы... Никаких новинок, указы, правда, вторые импетусы имеются. Ну и здесь, опять же, медальон, барабаны, брасер и урна. Все, в общем-то, тимплеерные. Артефакты. У Наги появляется Тараска, прилетает. С Курьером, по-моему, да. Курьер приносит Наги Тараску. Как теперь с ней справляться в команде ССВ, вообще не имею ни малейшего понятия. Ну, Миракля все здорово по фарму. Ну, 20 тысяч с лишним. Так, поставили у нас храносферу на Миракля. Стараются выжигать его, он нормально выживает. Ну, все. Миракль должен погибать. Song of Siren, но тут диаболики. Song of Siren, собственно, ни о чем. Эхо слэм у нас от Шейкера сразу же разлетелся в Войт. И Гоу Дот налог ЭП, не уходит отсюда. Тайд Хантер может дать ульту, но оба в БКБ. Шейкер рассыпался, пока что 2 в 2. Тайд Хантер в кусты и бежать отсюда как можно быстрее. Правильно сделал. Энигма. Не было в драке этого персонажа. Почему его не бывает в драках? У меня огромнейший вопрос. Потому что команда 5-5 дерется на вражеской территории. На том, собственно, берегу. Энигма в это время фармит собственный лес. Зачем, если у тебя есть даггер, если у тебя есть Блэкинг Бар? Для чего фармить и давать умирать главным героям? Наге и Шейкеру. Главным. Тем, которые собирали больше всех, которые должны выживать при любом раскладе. Ну, не хочет Энигма у нас Блэк Холлы давать. Был один единственный Блэк Холл сюда в телепорт. И то телепорт отменился. За 34 минуты один нормальный Блэк Холл, по-моему, маловато. Почему нельзя понизить качество? Ребят, качество нельзя понизить, потому что Твич так распорядился, видимо, по-своему. Они забрали плашку с выбором качества. Поэтому, собственно, и нельзя сделать выше, нельзя сделать ниже. Пока что стандартная стоит. Ну, разбираемся, как можно быстрее этот вопрос решим. 3500 на руках у Тайт Хантера. Будет ли выход в рефрешер? Ну, пожалуй, что должен быть. У Энигмы 1200 на руках. Энигма ничего себе не покупает. Ну, все, что необходимо Энигме иметь, Энигма имеет. То, что он не докупает каких-то дополнительных шмоток по типу рефрешера, по типу тех же Аркан, это уже его личное дело. Блэк Кинг Бар есть, Даггер есть, Мека также есть. Больше ничего Энигме не надо. Рефрешер это, конечно же, уже роскошь чистейшая. Что команда 5-5 выходит на нижнюю лайн и будут подходить к Т2. Все CSW размазаны по всей карте. Да, конечно, все ходят с ТП. Все парни гайды читали, шарят. Единственное, что SF без ТП у нас. Да и Мусика тоже без ТП. А кем же будет драться CSW, если здесь начнут пушить Тауэр? А никем, собственно, драться и не будет. Будет просто смотреть, как их Тауэр умирает. Ну, ждем. Здесь Миракль уже пускает свои иллюзии. Иллюзии даже от Тауэра не сильно рассыпаются. Шейкер у нас забирает Тауэр, но через Тотем это несложно. Команда 5-5 готова заходить на вражеский хайграунд. Ну что ж, ждем комбинацию. Где комбинация Song of Siren? Будет ли от Миракля? Пока что нет. Цеплять пока что не решаются. Ну, пора бы уже. Пора попробовать. Тут иллюзию разбирают всем, чем только можно. Иллюзии наги режут. Вся команда 5-5 стоит недалеко. В пятером готовы ворваться в любой момент. Здесь три игрока команды CSW. ССФ провязал ульт. Зачем? Видимо, мискликнул у нас Чейнс. Провязал ульт и ушел. Врыв от Тайтхантера. Реведж и Блэк Холл. По четверым. Никого нет. Некому дамажить. Эхо слэм сюда подошли быстро. Развалили моментально. Я ж взбодрился. Нереально крутая комбинация. ССФу не дадут. Разультится. Минус 5. Трипл килл от Шейкера. Наконец-то дождались. Боже, боже. Как долго команда 5-5 лечила CSW. Все пытались ворваться. Тайтхантер туда. Туда Энигма. И заметьте, без Наги. Нага не нужна. Лич тоже там. Участие косвенно принимал. Только потом забирали Тайт... Забирали СФ. А был бы СФ в этой пачке. Развалился бы СФ. Очень круто. Зрелищно. Круто. Роскошно. Дорого. Смотрится великолепно. Поздравляем команду 5-5 с выигранным файтом. Я думаю, тут постепенно упадет одна сторона. И отойдут 5-5. Потому что по фарму они не так уж сильно опережают своих соперников. Хотя и существенное преимущество имеет Нага над всеми. Но кроме Наги толком никто к 20 тысячам не приблизился. Ну, мид можно попробовать забрать. В принципе, все. Тут-то какая-то была, в принципе, One Fight Dota. Ну, здесь Silence. Наги пережидают хроносферу. Под ноги Midnight Pulse. Можно драться теперь и без ультов. Гаш в спину. Рассыпался у нас Рубик. Нага начинает драться. У Наги все имеется. Имеется Тараска. Все есть. Осталось забрать только Диффуза с вражеской базы. Горит у нас Мусика. Хотя по факту гореть должен был совсем не он. Гоудо отсыпется. Трипл килл от Миракля. Поздравляем команду 5-5. Это действительно было красочно и ярко. 40 минут. Ну, где-то 38 минут пришлось подождать. Но на 38-й минуте это какое-то невероятное чудо. Одну секундочку. Давайте еще раз посмотрим повтор. К чертовой матери эту таблицу. Сейчас мы с вами... Нет, немножко-немножко. Одну секундочку. Где-то здесь у нас повтор должен быть. Еще секунду. Да, все фуловые, все живые. Выходит у нас команда CSW. Сверху смотрим. С одной стороны стоит Шейкер. Так, Рэвэдж по всем. По четверым у нас. Ульта. Шейкер ждет. До последнего момента. Эхо слэм. Все великолепно. Ладно. Переходим к статистике. Просто такая красота гайд для юных дотеров. Переходим к статистике и определим, что у нас где у кого не получилось. Ну ладно. Статистику что-то где-то я не вижу. 5-5 выигрывают эту катку. Да. Выигрывают по Networst. Тут кому что интересно. По ГПМу можете понаблюдать. Пока 5-5 выиграли встречу. Счет становится 1-1. В противостоянии команды остаются на своих же местах. Делят между собой шестое и седьмое. У нас через полчаса матч дня 100%. Играет команда Hellraiser против команды Balcanbears Corleone. Dread и компания против медведей балканских. Ну должно быть по-моему более чем ярко. Более чем интересно. Пока переключаемся. Всего на полчаса. На музыку, на графику. И услышимся через полчаса. Пока не забывайте заниматься подписью. Ну и всем полезным для нас, для нашей группы, для нашего канала на Twitch. Потому что все это делается исключительно для вас. Да, через полчаса услышимся. Увидимся. Dread, GoStream, все дела. Услышимся через полчаса. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok